Ахмедов Атав Бесултанович, 1927 года рождения, родился в селении Аксай Хасертовского района. В 1970 году получил высшее образование по специальности инженер-механик сельского хозяйства. На протяжении многих лет Атав Бесултанович показал себя в различных отраслях деятельности, начиная с должности участкового механика до заместителя директора Центра социального обслуживания населения Хасертовского района. С 2007 года и по сей день занимает должность председателя Совета инвалидов города Хасавюрт. На счету Атава Ахмедова множество медалей, наград и орденов. Рассказывая в временах войны о том, как люди пытались уберечь себя и своих близких от врагов, герой сюжета испытывал все эмоции, говоря обо всех произошедших событиях. Атав Бесултанович воспитал восьмерых детей, которые, несмотря на какие-либо обстоятельства, всегда готовы оказать помощь и поддержку в любом деле. Тогда полтора сменала, все для фронта, все для фронта. Даже близко была тракторная бригада, село не пустили домой, ночевали с вагончиками. В каждом вагончике была уполомоченная райкома партии. Ночью задний корпус на глубине 40 сантиметров я сделал, его зажигал, грел, чтобы лежать на этом порозде. Немножко отдохнул, потом завели трактор, работали. Когда звездочка неба, начали мы работать до позднего вечера, в общем, до 20 часов работали. В торжественной обстановке на еженедельном аппаратном совещании «Активая города», управляющий делами администрации муниципального образования города Хасавьорт Гаджиев Магомедов, зачитал поздравительное письмо на 90-летие, адресованное Ахмедову Атау Бесултановичу от президента Российской Федерации Владимира Путина. Занимая должность председателя совета инвалидов, Атау Бесултанович проделал множество работ с инвалидами первых и вторых групп, которых в Хасаюрте на сегодняшний день около 600 человек. По словам работников Хасаюртовского городского управления инвалидов, в качестве руководителя Атау Ахмедов показал себя с лучшей стороны, обладает всеми необходимыми качествами руководителя. В коллективе заслужил уважение. Человек, который старается делать для своих подопечных все возможное и невозможное.